МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она будет по-настоящему насыщенной, интересной. А что именно мы для вас подготовили, расскажем прямо сейчас. Сегодня в утреннем эспрессо. Как захотеть изменить свою жизнь к лучшему и почему трудно сделать первый шаг, расскажет психолог. Бренд-шеф Иван Гринин поделится рецептом каши с сырами. Узнаем, как брестский гонбольный клуб имени Мешкова готовится к решающей битве за чемпионство. Ну, как мы уже говорили, утро будет насыщенным и ярким. На протяжении 2,5 часов, друзья, оставайтесь, пожалуйста, на четверке. Сразу напомним, что мы работаем в прямом эфире. 21 55 65 наш номер телефона. Дозванивайтесь, пожалуйста, передавайте привет и поздравления. Делитесь рецептом хорошего настроения и рецептом отличного начала дня. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу делиться важными и нужными новостями. И первая из них – каникулы, летние каникулы для наших малышей уже не за горами. Прекрасное время. И в связи с окончанием учебного года и начала летних каникул госавтоинспекция с 25 мая по 5 июня проведет специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!» для предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних. Но в этот период, как уже сказал Игорь, с 25 мая по 5 июня все водители должны передвигаться с ближним светом фар. Ну а за невыполнение этого требования грозит штраф около двух базовых величин. В связи с тем, что дети станут больше времени проводить на улице, ГАИ призывает водителей быть внимательным и особенно реагировать на внезапное появление детей на дороге. Ну, мы надеемся, что погода будет радовать наших малышей во время летних каникул. Ну а что ждет нас сегодня в нашем городе и в нашем регионе, узнаем с прогноза синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро! Всем хорошего дня, успехов, прекрасной весны, хорошего дня и всего хорошего. Доброе утро! Всем солнечного дня! Хорошего дня! Доброе утро! Всем хорошего дня! Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем нашу программу, продолжаем ее по традиции розыгрышем. И пойдем мы, конечно же, в солнечный город. Да, вот очень интересно в солнечном городе. Иксбокс, аэрохоккей, различные игры на движение, батут, сухой бассейн, аниматоры и много всего интересного ждет вас. Дозванивайте к нам, пожалуйста, в студию прямого эфира, наш номер телефона 21-55-65. Звоните, посмеемся, мы ждем от вас загадку, как всегда, загадывать нам загадку, любую, ну, желательно, хорошую загадку, конечно же. Мы в течение 20 секунд попытаемся отгадать, если отгадаем мы, то мы идем в солнечный город, но если мы не отгадаем, то, конечно же, вы. Надеюсь, вы поняли условия наши обычные и простые. Итак, 21-55-65, ждем от вас загадку и вручаем вам сертификат солнечный город, заговариваясь от волнения. Мы хотим, чтобы наши телезрители нас взбодрили еще больше, правда? Да. Мы тоже хотим проснуться вместе с вами, хотя ранний подъем-то у нас гораздо раньше начинается, нежели у вас, но мы надеемся, что вы выспались уже, возможно, даже заварили черточку ароматного эспресса и подготовили загадку. Оказывается, все-таки подготовили. Конечно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Ну, Нина решила позвонить вам на загадку. Здравствуйте, Нина. Давненько вы не дозванивались. Мы по-моему скучали. Ну что, как ваши дела? Расскажите, пожалуйста, как ваше утро? Ну, нормально, как всегда. Вот уже смотрю на вас и радуюсь. Это замечательно. Ну что ж, давайте тогда поиграем. Для кого, напомните, будем выигрывать сертификат? У меня внук. Внук. Хорошо. Итак, вы будете загадывать или внук все-таки? Ой, нет, ребята. Он не со мной живет. Я буду. Давайте, мы слушаем внимательно. Ну, вот, надеюсь, отгадаете, конечно. Ну, буду говорить. Самое длинное слово в русском языке. Параллелепипед? Нет. Нет? Какие варианты? Это загадка. Ну, не сороконожка, конечно же, нет. Оно с подвохом загадочка. Это понятно. Уже дело в том, что восемь... Слово о полку Игореве. Умничка. Ура! Посмотрела на Игоря и вспомнила. Да. А я знала, я догадывалась, что думаю, точно Катя отгадает. Давайте еще загадочку. Есть еще что-нибудь? А, ну, в принципе, могу. Но тоже, надеюсь, отгадаете. Так. Как найти в Бресте площадь Ленина? Ага. Хорошая загадка, слушаю. На карте можно ее найти с помощью навигатора. Можно найти... Еще давайте? Ну, в... Площадь. В интернете. А еще давайте? Спросить можно у кого-нибудь. Нет, это загадка с подвохом. Это как-то связано с какими-то математическими вычислениями, наверное, да? Да. Как найти площадь гуманитария? Расскажи-ка мне. Площадь Ленина. Пять секунд у нас осталось. Ну, с какими математическими вычислениями? Ну, знать, когда у вас жиры или сейчас день рождения, что ли? Ладно, все. Нина, вы выиграли. Давайте нам разгадку. Ну, так и быть. Вы мне уже подыграли, может быть, немножко. Математически, ширину на длину, вот и вся площадь. Точно, точно. Да, да, да. Вы молодец. Идете в солнечный город вместе со своим внуком. Спасибо, Нина. Спасибо вам большое за ваше участие. Да, оставайтесь сейчас на линии. Наш администратор расскажет, как вы сможете забрать ваш сертификат. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам. Стой, что мы продолжаем. Продолжим. Продолжаем. Очень интересная забава. Она всегда поднимает настроение. И так бодрит. Правда? Как никогда. Как никогда. Так, ну что ж, а мы продолжаем. Кстати, дорогие друзья, телеканал «Беларусь-4 Брест» объявляет фотоконкурс под названием «Семейный спорт стайл». Вам необходимо прислать нам свои фотографии, где вы вместе с вашими детьми, может быть, внуками, самыми близкими людьми занимаетесь спортом и делаете как-то, может быть, необычно, весело, креативно. Ну и те люди, которые будут самыми интересными и креативными, конечно же, получат приз от канала «Беларусь-4 Брест». Ну и свои фото нужно высылать уже прямо сейчас и до 31 мая включительно на наш электронный адрес tvsobakotrkbrest.by Ну а итоги мы подведем непосредственно в День защиты детей 1 июня. Напомним, что каждый год телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит телемарафон и на этот раз в этом году его тема «Спорт и дети». Два года назад мы помогали Кобринскому детскому дому, прошлом летом, театру «Глория». В этом году в поле нашего зрения Брестская секция настольного тенниса, отделение «Инваспорта». Ну, конечно же, хотелось бы обратиться к нашим ребятам, которые занимаются спортом до 25 мая. Также высылайте, пожалуйста, свои видеовизитки. И, возможно, вы займете место вот рядом с нами в прямом эфире во время телемарафона ко Дню защиты детей. Подключайтесь, пожалуйста, и помните о том, что чужих детей не бывает, а делать добрые дела по-настоящему просто. Присоединяйтесь, друзья, и хотим сказать, что вообще семье в последнее время и уделяется очень много внимания. Вот совсем недавно, буквально в эту субботу, прошел замечательный праздник – День семьи, который также отмечался в Бресте. Но сейчас одна из самых семейных рубрик – это «Дочки, сыночки». И тема сегодняшней рубрики «Готовим вместе с ребенком». Давайте посмотрим. Доброе утро! Вспомните, сколько раз вам приходилось говорить фразу, когда вы готовите обед или ужин. «Подожди, не мешай, видишь, мама занята, иди поиграй, а я пока приготовлю». А ребенок все топчется под ногами и мешает обычному процессу. Интересно, а куда девается стремление помогать маме на кухне, когда дети вырастают? Для ребенка процесс приготовления на кухне сродни колдовству. И желание поучаствовать в этом процессе вполне естественно. К тому же каждый ребенок подражает своим родителям. И если мама чистит, вымешивает, папа режет, то ему тоже очень хочется этим заняться. Ну нет, скажете вы. А как же беспорядок после него на кухне? Возможно, разбитая посуда, испорченные продукты и прочие неприятности. И вот вам совет. Не напрягайтесь. Вы тоже вряд ли сразу научились виртуозно чистить картофель. И научились ли вообще? Что бы вы ни делали на кухне, для ребенка всегда найдется какое-нибудь доступное по возрасту поручение. Достать кастрюлю, помыть фрукты, посчитать яйца или накрыть на стол. Не бойтесь беспорядка. Ребенок быстро учится, в том числе и убирать за собой. Мы часто готовим с детьми. После садика они приходят и могут иногда сказать, мам, мы хотим кушать и давай сами что-нибудь приготовим. То есть, чтобы они мне помогали. Это могут быть блинчики, как сегодня, например. Или же это самое обожаемое блюдо, это пицца. Они сами все нарезают. Я даю им столовые ножи, они же не острые, поэтому можно. И они режут все, накладывают как нужно. Только в духовку, конечно, я все делаю, чтобы они не обожглись. Привлекая детей к процессу готовки, мы не только растим себе помощника, но и дарим ему массу полезных навыков и психологических установок. Во-первых, он чувствует себя значимым. Во-вторых, учится самостоятельности и ответственности. В-третьих, упражняется в математике и логике, считая количество яиц и ложек сахара. Конечно, чтобы работа на кухне была безопасной и веселой, нужно вести несколько правил. И вот первое из них. Кухня не место было в ства и беготни. Здесь масса опасных и острых предметов. Второе, зная, что ребенок может испачкаться, наденьте на него одежду, которую не жалко выпачкать. А чтобы малыш легко дотянулся до рабочей поверхности, подготовьте для него невысокий устойчивый табурет. И главное, сразу приучите маленького помощника убирать за собой. Иногда меня расстраивает беспорядок. Тот, который происходит после готовки. Но я к этому стараюсь относиться спокойно, потому что это же дети, и они всегда наводят беспорядки. Но потом, конечно, они мне помогают, и это мы все вместе убираем. Дорогие родители, дети с удовольствием химичат на кухне. Вариантов множество. Все зависит от вас и вашего конкретного малыша. Просто будьте рядом в целях безопасности и настройтесь на то, что времени на готовку идет. Немного больше. Плодотворных экспериментов. Хорошего дня! Гороскоп предсказывает Овну не очень приятный день. Но и в нем окажется немало перспектив для карьерного роста. Если Овен будет стоять на страже своего здоровья, то никакие проблемы ему не страшны. Тельцу рекомендуется отказаться от дальней дороги. Лучше посвятить день отдыху в кругу семьи или на природе. Отлично пройдут сделки с партнерами, продажа недвижимости и переезд на новое место. Гороскоп обещает близнецам удачу в любовной сфере. Особенно если вы мужчина, то ждите ярких и позитивных перемен. Если проявите терпение, то добьетесь взаимной симпатии от человека, который вам давно нравится. Раку захочется тепла, нежности и взаимопонимания. Как ни странно, от того человека, который на него внимания не обращает. Возникающие на трудовом пути проблемы и препятствия воспринимайте спокойно. Гороскоп не советует льву делать из мухи слона. Тем более, что вы в этом смысле не профессионал. Уверенно двигайтесь к цели, качественно выполняйте работу и не ждите поддержки от окружающих. Судьба убережет деву от многочисленных проблем и лишений. Хотя финансовая стезя вас не очень-то волнует, а вот личная сфера откровенно изматывает. Гороскоп рекомендует весам основательно подготовиться к отпуску, если он им, конечно же, светит. Все тщательно распланируйте, соберите вещи, документы и подсчитайте денежные запасы. Скорпиону лучше смотреть на все вещи философски, чтобы не натворить жутких дел. Не все так плохо и печально, как кажется. Причем и в негативных ситуациях есть свой прок. Гороскоп рекомендует стрельцу заниматься своими делами, а не проблемами чужих людей. Конечно же, помощь – дело благородное, но не сегодня. Козерогу не нужно торопить события в личной сфере. Избранник еще не готов к таким предложениям, которыми вы его заваливаете. Лучше добавьте в отношения романтики и нежности, а также запланируйте совместное путешествие. Гороскоп обещает водолею немало неприятных моментов, но все преодолимо, если приложить усилия. О ваших талантах узнают все, если не будете их прятать за пазухой. Рыбам нужно хорошенько поработать, чтобы чего-то существенного добиться. Если в любви вы уже готовы действовать, то никого не слушайте, а решайте все самостоятельно. Кстати, как и знаку зряка рыбы, поработать придется участникам нашего проекта «Новый размер» – операция «Подснежник», который уже стартовал. Кастинг прошел в апреле, уже месяц идут тренировки. На самом деле, условия немного изменились. В этом году второй сезон проекта поменял концепцию. Прежде всего, в нем участвуют люди в весе от 100 до 145 килограммов. Претенденты, не достигшие заветных 100 килограммов, остались за пределами проекта. Мы надеемся, пока остались. Кстати, еще помимо тренеров и инструкторов, теперь есть и капитаны команд на воде и на суше. Не все прошли, к сожалению, кто хотел. Результаты медицинского обследования показали, кто может участвовать в проекте, а для кого он пока останется только мечтой. Ну и кто попал на проект, тоже может быть отчислен. Это новое условие проекта «Новый размер». Программа «Утренний эспрессо» каждый понедельник, среду и пятницу будет рассказывать о том, как проходят тренировки, какие изменения существенные происходят в жизни участников проекта «Новый размер», операция «Подснежник». Также, друзья, в воскресенье на телеканале «Беларусь 4 Брест» 21.10 вы сможете увидеть полную версию проекта, итоговую обзорную за неделю. Если не успели это сделать на этих выходных, не расстраивайтесь, пожалуйста, потому что повтор итоговой программы будет в среду в 19.05. На канале «Беларусь 4 Брест» присоединяйтесь к нашему проекту, поддерживайте участников, также их визитки можете увидеть на нашем официальном сайте. Но мы напоминаем, что сегодня у нас вторник, 22 мая, и чем день сегодняшний знаменателен в мировой истории, узнаем из исторического обзора «Утреннего эспрессо». Сегодня 22 мая, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1848 году вступил в строй Днепровско-Букский канал, судоходный канал на территории Полесья, соединяющий приток Припяти-Пину с притоком Буга-Муховца. Общая длина — 244 километра, при этом протяженность канала от Бреста до Пинска составляет 196 километров. В 1900-м в Минской губернии родился Николай Каспирович, белорусский этнограф, языковед и литературовед. Изучал лексику белорусского языка, фольклор, особенности уклада жизни рабочих. Некоторые труды посвящены изучению Витебщины. В 1970-м родилась супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл. С миром искусства Наоми познакомилась в 7 лет, когда снялась в клипе Боба Марли. В 15 лет начала карьеру модели. Помимо модельного бизнеса и съемок, Кэмпбелл занимается благотворительностью. Сотрудничает с Далай-Ламой с целью собрать через ЮНЕСКО деньги для детских садов в бедных обществах по всему миру. 22 мая 1990 года на базе музейной группы Минского медицинского института был основан Республиканский музей истории медицины Беларуси. В фондах музея собрано более 25 тысяч экспонатов. Среди них немало картин и диорам, посвященных медицинской теме. Одна работа запечатлела, как сдает экзамен в университете Падуи первый доктор медицины Беларуси Франциск Скорина. В этот же день компания Майкрософт начала продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 килобайт. За две недели было продано более 100 тысяч копий по цене 150 долларов. В Windows 3.0 был включен ряд простых приложений, например, блокнот, текстовый редактор и калькулятор. Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Сегодня будем много говорить о спорте. И именно сейчас о том, о спорте для малышей. Сегодня у нас в гостях руководители физического воспитания учреждения образования Яслисад номер 27. Елена Пылик и Галина Лось. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Спорт и есть причина вашего отличного утреннего настроения? Да, конечно. И потому, что вы такие красивые. Несомненно. Ну что ж, мы хотели бы поговорить вообще вот о том, как сегодня у наших малышей со здоровьем, как они занимаются. И вот первый вопрос. Ну, считается, что сегодня нынешнее молодое поколение, юное поколение здоровьем-то не блещет. По разным причинам. Из-за экологических каких-то проблем, из-за того, что родители, может, из-за своей загруженности, застрессованности не обращают внимания. Так ли это? Согласны ли вы с этим? Да, согласна. И поэтому цель нашей работы – развивать двигательную активность детей и направить ее в нужное русло. Потому что дети очень-очень активны, очень гиперактивны. Но мне кажется, что эта их активность немножко не организована. И мы стараемся работать над этим. Какие основные формы работы при этом используете? Это ведь детки, наверное, игровая в первую очередь? Да, формы работы используем различные. Это как занятия с детьми различного характера, сюжетно-ролевые могут быть игры, могут быть занятия сюжетные, игровые, спортивные направленности и спортивными элементами спортивных игр. Также утренняя гимнастика, как форма работы. Также работа с родителями. То есть и с родителями тоже? Да, это у нас проводятся совместные праздники спортивные, где мы приглашаем родителей принять участие, либо как зрители могут прийти, либо как непосредственные участия. То есть пример родителей всегда же важен. Правда, одно дело – ребенку рассказывать, а другое дело – когда папа с мамой-то занимаются. Он даже первостепенен, скажем, в этом случае. А скажите, в первую очередь, на что направлена сегодня ваша физкультурно-оздоровительная работа? Самое главное. Укрепить здоровье детей, развить физические качества у них, в первую очередь. Потому что дошкольный возраст – именно тот возраст, где дети все, как это сказать, все важные… Можно только формируются, наверное, в этот момент. Да, все важные качества в дошкольном возрасте. Ну вот сейчас особое внимание уделяется правильной осадке. Школьные говорят, что это залог здоровья на всю жизнь последующую. В вашем случае какие основные направления деятельности используете для того, чтобы именно… Осаночку, чтобы они были как морские офицеры. Я скажу. Основными направлениями физкультурно-оздоровительной работы в нашем саду является работа по формированию правильной осанки. Вот диагностируя детей на начало учебного года и анализируя справки о состоянии здоровья детей, мы отметили, что с каждым годом детей с нарушениями осанки и нарушением стопы становится все больше и больше. И поэтому именно работа нашего дошкольного учреждения ведется в этой сфере. Работа ведется уже не первый год. Работа ведется в системе. Все упражнения, направленные на формирование правильной осанки, включаются во все режимные моменты ребенка, находясь его в детском саду. Это утренняя гимнастика, это занятия, это свободная игра, это организованные виды деятельности. То есть все режимные моменты. Ну здорово. Я помню еще книжки так вот на голову ставили. Это стеночки, лопатками. Для повышения эффективности работы в нашем дошкольном учреждении наш руководитель Юрий Владимирович Баковец создал ряд методических пособий для педагогов. Это воспитание правильной осанки у детей дошкольного возраста. Это королевские манеры в играх дам и кавалеров. Это пособия. Да, это интересно. И также им были разработаны нетрадиционные оборудования, которые нам используются ежедневно в работе. Слушай, как же замечательно. Давай напомним номер телефона. Уже заговорились. 21-55-65, телефон студии прямого эфира. Дорогие друзья, сегодня в гостях руководители физического воспитания учреждения образования ЕСЛИСАД номер 27, Елена Пылик и Галина Лось. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим очаровательным гостям, пожалуйста, звоните. Ну а мы продолжим нашу беседу. Это нетрадиционные методы. Вот интересно стало. Буквально в двух словах. Поясните для нашей связи. Нетрадиционное оборудование, это оборудование, которое было придумано нашим руководителям, вот Юрина Леонидовича Баковцом. Это такие, как блинчики, веселые блинчики кладутся на голову. Вместо книг. Вместо книг, да. А тут ничего не изменилось. Дети ходят, следят. Это может быть как в занятиях используется, как в игре, как в свободной деятельности ребенка. Также есть такой момент, как тренировочная стена, на которой дети распределяют различные, например, фигуры, разного цвета фигуры. Тут заодно уже обучаются детей цвет, форма. В то же время тянутся рукой, и они, получается, выпрямляют свою спину. Интересно. Галина, расскажите, мы еще хотели бы сегодня обсудить олимпийское движение в дошкольном учреждении. В чем его суть и что за программа этого олимпийского движения? Позвольте немножко начать. В современном мире, имеющем огромные возможности, а одновременно и опасные слабости, олимпийские идеи могут стать школой благородных принципов и моральной чистоты, а также физической силы и духовности энергии. Эти слова когда-то нам завещал Пьер Эдук-Бертен. И сегодня мы находим в них отголоски. Слава Богу и к счастью нашему, что спорт сегодня развивается огромными шагами. Спорт – это модно. Ну да, внимания уделяется много. Да, спорт вносится в массы очень серьезно. И родители подхватывают волну, и дети, конечно же, не могут этому не подражать. Наше дошкольное учреждение, в частности, не может оставаться в стороне. Мы, скажем так, возлагаем также и на себя обязанность детей влюблять в спорт, показывать им, что спорт – это здорово, получается на 100%. Мы стараемся детей приобщать к спорту, рассказывать им о том, какой спорт у нас в стране, рассказывать о том, что нам есть кем гордиться, нам есть чем гордиться. Опять-таки, тут и патриотизм воспитываем попутно. Приобщаем их к спорту и, опять-таки, показываем им, что здорово быть здорово. А как происходит отбор этих деток? Отбор детей, как таковой, на обучение не происходит. Все, все проходят. Мы всех поддерживаем в любых направлениях. Первая, что мы… первостепенная задача – это объяснить ребенку, что у него все получится. То есть мы болеем за всех, со всеми и за всех. Сставляете надежды до начала, да? Я вам скажу, что в детском возрасте, конечно, с высоты уже спортивного опыта, так как в прошлом я имею богатый спортивный опыт, профессиональный, я могу сказать, что не всегда самый даже талантливый, одаренный ребенок, который обладает супернабором физических качеств в дошкольном возрасте, может на выходе стать великим спортсменом. Нет. Все дети у нас знают такое четверостишье. Чтобы в спорте добиться умения сноровки, желания мало, нужны тренировки. Поэтому мы их закаляем вот именно на это. Вы сказали, отбор проходит все, но вы же какие-то определенные склонности к какому-то виду спорта появляете сразу на начальном этапе, да? У нас, как уже сказала Елена Владимировна, есть диагностика, по которой мы диагностируем детей. Там есть два раза в год, она происходит в сентябре и в мае. Как это происходит? Там различный набор нормативов. То есть прыжки, ну элементарные, прыжки, бег, метание, гибкость, все это мы проверяем у детей. Естественно, в ходе и спортивных каких-то мероприятий, в ходе отбора вот именно этих нормативов принятия, в ходе даже физической активности детей все равно видно какая-то предрасположенность. Конечно, когда ты видишь прямо вот такую маленькую звездочку, ты стараешься прям бегом бежать к родителям, достучаться до них, порекомендовать им вид спорта. Как реагируют родители? По-разному. То есть не всегда лаута, да? Честно говоря, да, и это немножко огорчает, но я вам скажу так, что с опытом моей работы и чем больше мы с родителями узнаем друг друга, они к нам относятся более доверительно и прислушиваются. Всегда стараемся их поддержать, родителей, когда рекомендуем вид спорта, потому как многие виды спорта вызывают сомнения. И, конечно, детей стараемся поддержать. Если ребенок действительно талантливый, родители все-таки отводят его в какую-то секцию, мы стараемся этого ребенка как-то выделить, подбодрить, чтобы у него не угасла мотивация, чтобы он хотел и хотел заниматься спортом. Классно. А вот возраст ваших юных спортсменов? Будущих звездочек большого спорта. Вот ясный сад, это... А ясельная группа от 3 лет, от 2, даже 2,5 лет. А, то есть это совсем хлопки, да? Это совсем малыши, до 6 лет, да. Ну вот смотрите, то, что вы тренируете, поддерживаете, вдохновляете, это понятно. А что бы вы могли пожелать родителям? Как они должны прививать любовь к здоровому? Потому что да, вы изначально же сказали, что вот родители приходят, да. Что им? Ну, в первую очередь, мне бы хотелось обратиться ко всем родителям, имея уже такую возможность. Пожалуйста, показывайте своим детям правильный пример, личный пример. Потому как ребенок – это зеркало своего родителя. Если родитель малоактивен, если родители ведет пассивный образ жизни, не интересуются даже не то, что спортом, физкультурой, ребенок сам по себе никогда не придет в секцию. Ребенок, ну, можно сказать, не знает, что ему вообще это надо. Поэтому родители, в первую очередь, должны прививать ребенку любовь к спорту. Они должны ребенку показывать правильный ориентир. Скажем так, если можно, навязывать правильных кумиров. И сами должны участвовать активно в жизни своих детей. Вот, как уже сказала Лена Владимировна, мы всякими способами, устраивая различные физкультурные праздники, всегда с удовольствием родители приходят и участвуют. И это очень здорово. Дети совершенно по-другому себя чувствуют, когда рядом с ним родитель, который живет с ними вот этими эмоциями, разделяет эти эмоции, переживает за какие-то неудачи команды или, наоборот, радуются за выигрыш. Это действительно дорогого стоит. Поэтому, родители, будьте со своими детьми более внимательны и правильно их воспитывать. Елена, расскажите, вот еще статистика какая-то ли ведется? Вот, допустим, приходят дети, вы посмотрите по медицинским показателям, по справочкам, допустим, есть какие-то проблемы. И насколько быстро можно изменить ребенка к лучшему его здоровью? Как вот это отслеживать? Ну, это вообще сложная работа. Сложная работа. Сложная работа, потому что, да, тут и наследственность, тут и все-все-все важно. Но мы работаем... То есть комплексом идете? Комплексом, да, комплексом в системе. То есть начиная с ясельного возраста работа ведется, и уже на итоге выхода из сада, конечно, видно изменения, когда дети красиво идут, когда дети красиво сидят. Когда они уже знают, что такое останка, и могут громко об этом сказать. Замечательно. Здорово. Спасибо вам огромное, что это утро встретили с нами, дорогие друзья. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях были руководители физического воспитания ЕСЛИСАД номер 27, Елена Пылик и Галина Площ. Мы желаем вам удачи, девочки, чтобы ваши дети еще были круче, спортивнее. И наши тоже, да. И наши обязательно. Настоящими стали звездами спорта. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну что, продолжаем. Рубрика «Законный вопрос» продолжит наш эфир. Оставайтесь на четверке. Не переключайтесь. Может ли потерпевший в ДТП без суда получить от виновника денежную компенсацию морального вреда? Этот вопрос регулируется Гражданским кодексом и другими нормативно-правовыми актами. Почему-то некоторые потерпевшие считают, что только через суд они вправе получать какие-то выплаты от виновника ДТП, в том числе денежную компенсацию морального вреда. Мне приходилось слышать порой, как потерпевшие рассуждали о том, что виновник ДТП якобы предлагает им дать взятку. Вместе с тем это не так. Нужно понимать, что, во-первых, взятка – это деньги, которые передаются должностному лицу, которым виновник ДТП, конечно же, не является. Во-вторых, взятка передается должностному лицу за благоприятное решение вопросов, которые входят в его компетенцию. А виновник ДТП не имеет полномочий для принятия каких-либо решений по делу о ДТП. Такие решения принимают ГАИ, следственные органы, суд, в конце концов. В-третьих, возмещение причиненного вреда является законной обязанностью лица, причинившего вред. И такое возмещение не обязательно должно производиться по решению суда. Мы должны понимать, что суд рассматривает споры, возникающие между гражданами. То есть, к примеру, если виновник ДТП или владелец автомобиля не согласны, в принципе, выплачивать какое-то возмещение, или если они согласны выплатить меньшую сумму, чем хотел бы получить потерпевший, тогда возникший между ними спор по иску заинтересованной стороны разрешает суд. Но если виновник ДТП или владелец автомобиля согласны выплатить сумму денежной компенсации потерпевшему добровольно, то между ними нет никакого спора, который подлежал бы разрешению в суде. В таком случае нет никаких законных препятствий, чтобы потерпевший принял такое возмещение напрямую. И даже в тех случаях, когда потерпевший считает, что сумма морального вреда должна быть больше, никто не мешает ему принять предложенную виновником или владельцем автомобиля сумму, а остальную часть взыскивать в судебном порядке. Если у вас возникают конкретные вопросы юридического характера, помните, что квалифицированную юридическую помощь вам всегда окажут адвокаты. ВОСТОКЕ ФРАНЦИИ В местечке Лотарингии был установлен новый рекорд Гиннеса. Речь идет о количестве воздушных шаров, которые были одновременно запущены в небо. С аэродрома поднялись сразу 433 воздушных шара. На фестиваль приехали команды из более чем шести десятков стран из разных уголков земного шара. К слову, фестиваль воздушных шаров проходит в Лотарингии два раза в год и регулярно собирает огромную аудиторию. Самый маленький примат – карликовый мышиный лемур. Рост около 10 сантиметров и хвост длиной 10 сантиметров. Эти зверята при скромном росте имеют и скромный вес – в среднем 50 граммов, что сравнимо с размером крысы. Зверьки отличаются большим и толстым хвостом. У них красно-коричневая спинка, живот кремового цвета, большие глаза с темными кольцами вокруг них. Карликовые лемуры живут большими группами, вьют себе гнезда из травы и перемещаются прыжками по деревьям. Ученые обнаружили и писали этот вид впервые в 1852 году. Живут они на западе Мадагаскара. Самый короткий успешный космический полет попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что длился всего 15 минут и 28 секунд. Это было второе путешествие человека в космос. Тогда на корабле-капсуле «Фридом» в космос отправился американский астронавт Алан Шепард. Запуск состоялся в рамках программы «Меркурия», реализованной НАСА. Старт космическому путешествию был дан 5 мая 1961 года на американском космодроме. За свой короткий полет он в своем корабле-капсуле поднялся над Землей и провел несколько минут в невесомости, после чего было совершено приземление в воды Атлантического океана. Космонавты все-таки герои, правда? 15 минут в открытом космосе, это, наверное, заменяет целый год просто жизни на Земле и потом еще в Атлантический океан. Ты падаешь, тебя оттуда кораблями достают. Ты знаешь, что одна американская парочка тоже мечтала вообще свадьбу сыграть в космосе. Но пока еще, конечно, до этого технологии не дошли, но, возможно, в скором будущем их дети или правнуки с это сделают с удовольствием. Космические ведущие в скафандрах, ресторан, в тюбиках все там чего-то едят. Обручальные кольца, наверное, будут очень необычные и интересные. Кстати, вот сейчас новый тренд свадебной индустрии появился. Вместо обычных золотых колец молодожены привыкли делать одинаковые татуировки на безымянном пальце. Вот, кстати, вы видите на фото на ваших экранах. Сто процентов придумали женщины. Ну, порой, кстати, татуировки не имеют никакого отношения к свадебной символике, вот как сейчас, например. А порой представляют собой чертания колец, как мы видели. Знак бесконечность, по-моему, тоже очень символично. Почему придумали женщины, вот с этим я не согласна. Лично я, как девушка, не хотела бы, чтобы на моем пальце вот такая красота находилась. Ну, конечно, это более дешевый способ. Очернила куда более долговечные. А к тому, что мужчины часто не носят кольца, да? По той простой причине, что работают часто, там, руками, там, допустим, там, на производстве. И кольца снимают, да? А в данной ситуации, ну, куда это, кажется, поделится? А, ну, если только с этой точки зрения смотреть. Только с этой, исключительно. Ну, любые чернила померкнуты. Если, не дай бог, развод, что тогда делать? Можно дорисовать там чего-нибудь. Ну, все равно, собственно, на вкус и цвет, как говорится, товарища, нет. Поэтому свадебный сезон-то в самом разгаре. Всех молодоженов мы поздравляем. Вот, желаем, конечно, крепкой, долговечной семейной жизни. И неважно, какие кольца у вас татуированы или настоящие. Главное, чтобы все у вас было просто хорошо. Чтобы чувства были искренними, друзья. Что же, такую интересную информацию мы нашли на просторах интернета. О чем пишут сегодня региональные журналисты. Мы узнаем из обзора прессы от Утреннего Эспрессо. Брестская «Динамо» стала первой командой в Беларуси, которой удалось выиграть Кубок Беларуси два раза подряд. Финальный матч в Могилеве с Батте выдался очень упорным. Брещанам пришлось дважды по ходу встречи отыгрываться. Окончательный итог встречи 3-2. Победа позволит «Динамовцам» стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного круга, сообщает «Заря». Воссозданный средневековый лагерь поселения, показательные бои реконструкторов, мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, ремесленная ярмарка. В таком антураже проходил первый фестиваль истории и краеведения городища Пинск в Пинском районе. Подробности в газете «Заря». Пинск посетил премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Игорь Колб. Поводом послужил 40-летний юбилей хореографической школы, где начинал свою звездную карьеру известный пинчанин. На своей малой родине он дал мастер-класс юным землякам, сообщает газета «Пинский вестник». На берегу Городищенского озера, что на Пинчине, как и более тысячи лет тому назад, раскинулся лагерь дружины варягов. Все дело в историко-краеведческом фестивале «Городище Пинск», который прошел здесь минувшую субботу. В эпоху викингов погрузились и корреспонденты газеты «Пинский вестник». IQ-балл в честь учащихся, добившихся высоких показателей в учебной деятельности, спорте, конкурсах, фестивалях, организованных Министерством образования Республики Беларусь, прошел на Ивановщине. В торжественной обстановке премию «Успех» получили 48 учащихся. Кто они? Узнаете в свежем номере газеты «Яновский край». Международный день музеев у Столине отчинили фестом классичный вечер 19-го года у Радивиловским парку, який пройшел у минулой недели у парку Маньковичи и был присвечен году Малой Радимы. Шпатлики гостей, які собрались на пляцовце перед районным краязнавчим музеем, стали светками падей, які разгортвались подчас аристократичных балев и вечаров. Подробязности на сторонках газеты «Новины Палясся». О чём прочитать, узнаете из обзора прессы утреннего эспрессо. Ну а мы вот что совсем недавно узнали. Оказывается, британские учёные выяснили, что чай с кофе является более полезным, чем чай или кофе по отдельности. Речь идёт именно о чём? Чай из кофейных листьев. Вот как он правильно называется, потому что мы путаемся постоянно с этим. Да, вот чай, кофейный чай, отдельный чай из кофейных листьев. Да, все эти... Способствует данный напиток улучшению работы сердечно-сосудистой системы и снижает риск диабетам. Удивительно, но кофейный чай, казалось бы, практически совсем не содержит кофеина. Вообще, как бы по утрам его рекомендуют пить. Говорят, что даже обычная минеральная водичка его может заменить, или стаканчик тёплой водички с лимончиком. Также имбирный напиток, либо зелёный чай просто, поэтому каждый уже выбирает по себе. Мы одно знаем точно, что завтрак должен быть плотным и, конечно же, очень аппетитным. И вкусным. Как у нашего бренд-шефа Ивана Гринина, сегодня учимся готовить кашу с сырами. Доброе утро. Сегодня я приготовлю обычную кукурузную кашу по необычному рецепту с несколькими видами сыров. С вами шеф-повар отеля «Ромитаж Горянин Иван». Приступим. Для этого нам понадобится кукурузная крупа, сыр горгонзола, сыр скоморца, петрушка, лук шнит, сливки и сливочное масло. Приступим. Сначала мы поставим воду. Нальём воды. И поставим на огонь. Немного добавим сахара. Соли. И небольшой кусочек сливочного масла. Пока нагревается вода, мы потрем сыр. Возьмём тёрку. Можно на маленькой, можно на большой. Мы его натираем. Вода закипела. Теперь насыпем несколько ложек кукурузной каши воду. И будем её готовить. Кукурузная каша готова. Мы оставим немного её остывать. И приготовим сыр, чтобы его добавить туда. Для этого мы разогреем сковороду. Положим туда немного сливочного масла. Вылим чуть-чуть сливок. И забросим весь сыр. Ждём, пока сыр полностью растает. Вот он уже полностью растаял. И мы выключаем. Самое главное не перегреть. Возьмём немного лука шнит, чтобы добавить в соусы сыра. Мелко нарежем. Добро. Все ингредиенты готовы. Осталось только это всё соединить и украсить. Начнём с каши. Ещё раз её перемешаем. Субтитры подогревает. Субтитры подогревать. Субтитры подогреваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, наше блюдо готово. Теперь у вас на вооружении есть рецепт обычной каши по необычному рецепту. С вами был шеф-повар отеля «Ромитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! Продолжение следует... Доброе утро всем! Всем солнечного дня! Доброе утро! Доброе утро! Желаю всем дня хорошего! Доброе утро всем! Доброе утро всей стране и Бресту! Доброе утро, друзья! Отличное настроение! Прекрасный день! Программа «Утренняя эспрессо»! Мы у ведущих говорим вам еще раз доброе утро! Очень хорошо, что вы сегодня с нами! Мы надеемся, что ваш день прекрасен и вы довольны своей жизнью. Но если вдруг по какой-то причине у вас есть проблемы и ваша жизнь вам не нравится, как же сделать этот самый первый шаг для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему? Расскажет нам сегодня наш гость, психолог Николай Рапинчук. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Давай! Все мы хотим жить счастливо, хорошо, успешно, но так часто бывает сложно сделать вот сам этот первый шаг. Мы можем годами там находиться на нелюбимой работе, в разрушающих отношениях. Почему это вообще происходит так? Почему целая вот часть жизни огромная проходит в том, что не нравится? Ну, если человек уже понимает, что ему что-то не нравится, что что-то идет не так, это уже первый шаг и есть. Это очень важно, это называется осознание проблемы. Если нет этого осознания, бесполезно даже что-то пытаться делать. Ну, знаете, мы любим посоветовать человеку, сказать, ты как-то не так живешь, измени наконец свою жизнь. Ну, человек, если не видит, это все бесполезно. То есть первый шаг — это осознание проблемы, что она есть, что я хочу с этим что-то сделать. Скорее приходится говорить о том, когда человек знает, что проблема есть, но ничего не делает для этого. Правда, частая ситуация. Вот, наверное, Игорь об этом и спрашивает. И тут я приведу свои причины, расскажу о нескольких причинах из своей практики. Да, давай, задавай ты сперва свой вопрос, а я продолжу. Просто к тому, что еще вот, ну, Коль начали уже об этом говорить, почему иногда вот человек живет жизнью, которая его не устраивает, и может этого не видеть? Вот для всех очевидно, что он живет жизнью, которая его не устраивает, он разрушается. А он-то его не видит, да, кроме него самого. Ну, тут, мне кажется... Слепая зона такая. Да, да, это очень частая ситуация. И мне кажется, причина в том, что нас не учат чувствовать. Вообще, чувство – это такой критерий, это, знаете, как индикаторная панель в машине, и там есть вот эти лампочки, масло, уровень упал, топливо закончилось. Вот наше чувство – это примерно такая же индикаторная панель для нашей жизни. Так как нас чувствовать не учат, мы даже с трудом способны назвать весь спектр чувств, которые существуют, мы, соответственно, ничего и не замечаем. Очень интересные ситуации случаются во время консультации, когда человека спрашиваешь, например, какие чувства у тебя вызывает эта проблема? И человек отвечает – мне убежать хочется. То есть, слушайтесь, да, он не о чувствах говорит, он говорит о том, что ему сделать хочется. Человек даже не понимает, что он чувствует в этот момент, что ему там больно, страшно или, наоборот, радостно. Еще интереснее ситуация, когда человек говорит – надо подумать, что ты чувствуешь, надо подумать. Надо подумать, что ты чувствуешь. Да, понимаете, насколько это? И получается, мы всю жизнь живем, как роботы на автомате, не прислушиваясь к своим чувствам, не понимая, что там внутри происходит. Наверное, такое наследие советского прошлого нашего. Вот как уже говорили в начале нашей беседы о том, что порой окружающие люди говорят – ну, что ты делаешь со своей жизнью? Остановись, пожалуйста, подумай. Но мы порой их не слышим, да? Как сделать так, как достучаться до своего близкого человека, чтобы он наконец-таки понял проблему, осознал и пришел к специалисту? Да, тут достучаться – это, наверное, неправильное слово. Потому что пока человек сам не поймет, что с ним происходит. То есть повлиять никак нельзя, никаким образом? Ну, очень сложно, очень сложно. Тут надо понять все-таки о причинах. Почему так происходит? Почему даже если человек видит, что проблема есть, почему он ее не начинает решать, вот не делает этот первый шаг? Самая частая причина – это вторичные выгоды. Мы уже когда-то о них говорили, напомню еще раз. То есть это ситуация, когда человеку выгодно оставаться в проблеме. Даже неосознанно, если он там. Да, как правило, эти вторичные выгоды неосознаны. Ну, для примера, человек болеет постоянно, человек не может выздороветь. И оказывается так, что вот эта выгода – болеть. Она очень нужна человеку, человеку нужно болеть. Потому что в детстве его так любили. Когда он болел? Когда он болел, сразу слетались мамы, бабушки. Начинали его закармливать сладким, вкусным. Ему было хорошо. И даже папа не ругался. Даже папа не ругался, да, точно. И человек чувствовал, что… Ну, ребенок обычно. Чувствовал, что его любят. И потребность быть любимым, она важнее, чем потребность быть здоровым физически. Ну, согласитесь. Человек вырастает, и у него остается простой, проверенный способ вызвать к себе чувство любви. Заболеть. А мы, понимаешь, такие хорошие, пытаемся его лишить этого способа. Сказать ему, иди полечись, иди даже в больницу сходи. Ну, если мы не про психологию, а про обычную болезнь, хроническую какую-то. Ну, или в семье супруги ссорятся постоянно. Деструктивные отношения. Кажется, почему вы каждый день ссоритесь? Какая здесь, может быть, вторичная выгода. Какая выгода вторичная, да. А есть такая теория пинкового поглаживания, когда… Ну, там речь о чем? О том, что супруги или один из супругов только через ссору привык получать и выражать внимание к другому человеку. То есть, будучи ребенком, просто так мама и папа его не гладили. Гладили – это метафорическое понятие. Ну, не говорили, какой он хороший, внимания не обращали. И ребенок выбрал второй способ, как, так сказать, нарываться на эти самые пинки. То есть, он провоцировал родителей, плохо себя вел, агрессивно себя вел. Родители, ну, как-то реагировали агрессивно на него, ругались, пинали метафорически. Ребенок вырос и ровно тоже перенес в свою семью. И для него пинать, ругаться и ссориться – это единственный способ выражать как-то свою любовь и внимание. Такая вторичная выгода. Давайте, наверное, напомним нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 21 55 65, номер с телефона нашей студии. В гостях у нас психолог Николай Рапинчук. Если есть какие-то вопросы, дозванивайтесь, пожалуйста, в студию прямого эфира и задавайте их. Но мы продолжим. Наверное, хотелось бы на каком-то конкретном примере разобраться. Вот с чего начать? Давайте, может быть, возьмем какую-то ситуацию, например, разрушающие отношения, которые разрушают сразу же обоих людей. С чего начать, когда один и другой понимают, что так дальше продолжаться не может, но все же продолжают быть вместе. Давай усугубим ситуацию. Давай. Один понимает, а второй нет. Давай, хорошо. Потому что когда двое, это проще, правда? Это проще. А вот когда один, а второй никак не понимает. Более естественная ситуация, да, когда один понимает, а второй не понимает. Да, давайте усугубим. Хорошо. Ну, можно хотя бы начать с того, чтобы выявить эти вторичные выгоды. Хотя они отчасти бессознательны, но можно задать себе простой вопрос. И я в домашнем задании перед работой с человеком всегда его задаю, чтобы человек письменно на него ответил. Этот вопрос звучит так. Чего хорошего ты лишишься в своей жизни, когда уйдет эта проблема? Чего хорошего ты лишишься, когда вот эти отношения деструктивные закончатся? И тут вдруг окажется, что, например, женщина или мужчина лишится способности самоутверждаться за счет второго человека. Или, опять же, женщина лишится возможности оставаться в позиции жертвы. Помните такой треугольник Артмана? Жертва, спасатель, преследователь. Манипулятивный треугольник. Когда ребенок привык за счет манипуляции что-то получать от родителей. Супруг или супруга в этой ситуации точно так же может использовать вот эти манипуляции, чтобы что-то полезное себе получить. Я такой несчастный, пожалейте меня. Ах, ты негодяй, вот сейчас ты расплатишься, сейчас ты сделаешь все, что я хочу. Шуба, колье, после ссоры. Первый, да? Первый выявить, вторичные выгоды. Что может быть еще? Еще причина, которую перед первым шагом стоит сделать, выявить ее. Это синдром приобретенной беспомощности. Слышали о таком, может быть? Нет, это что это? Тут надо привести опыт, эксперимент, рассказать о нем. Это американский, не помню, как его звали, психолог проводил на собачках. В принципе, многие о нем слышали, я напомню. Когда собачку ставили на железную металлическую пластину, привязывали, чтобы она с ней убежать не могла, и начинали током бить эту собачку. Ой, очень жесток. Да, ну, американцы любят такие эксперименты. Ток был не очень большой. Ток был не очень сильный. То есть собачка, в принципе, ничего с ней такого не происходило, но было больно неприятно, и она не могла убежать с этой пластины. Через какое-то время собачку отвязывали, а током бить продолжали. И вот 50% собачек оставались на этой пластине. Они скулили, им было больно, но они не убегали. 50% собачек убегали сразу же, а 50% оставались. И вот он ввел такое понятие, как синдром приобретенной беспомощности. То есть человек привыкает уже к этому состоянию, и уже сложнее уйти, чем остаться. Да, если даже уже есть ресурсы, если даже есть возможность, он уже не уйдет. Вот как эта собачка. Потому что его с детства научили, или в течение жизни продолжительного периода, что от тебя ничего не зависит, от твоих действий ничего не зависит. Ты никак не можешь повлиять на ситуацию, что бы ты ни делал. Это обычно детская история, когда ребенку родители говорят, ты никто, звать тебя никак, вот вырастешь, тогда будешь что-то решать, сиди молчи в тряпочку. Вот так формируется этот синдром приобретенной беспомощности. Опять же, как с этим справиться? Могу дать без психотерапии, без психологии. Да, такой практический совет, который будет уместен для всех. Да, тут стоит вернуть веру в себя. То есть нужно ставить себе коротенькие, маленькие цели, которые относительно легко достигать, и их достигать. И когда произойдет этот эффект. Реальные цели? Реальные цели маленькие, простые. Например, два раза в неделю, на этой неделе, сходить в тренажерный зал. Хотя бы просто сходить. Хотя бы походить. Можно не тренировать, хотя бы зайти в этот тренажерный зал. Человек записал себе эту цель, а в конце недели поставил галочку. Все, этот синдром начинает разрушаться. Обычные, простые, элементарные цели, не что-то сложное. И когда человек вернет эту веру в себя потихонечку, опять же, через какой-то период времени, ему уже легче будет выходить из этих отношений, переставать болеть, идти лечиться, работу деструктивную сменить. Вот это второе решение. К сожалению, время уже подходит к завершению. Хотелось бы, подытоживая наш разговор, вот есть такая хорошая поговорка. Главное не начать закончить, а начать продолжать. И вот, если человек все-таки решился на этот первый шаг изменения, он последовал этим советам. Как сделать так, чтобы поддерживать этот образ жизни? Потому что, если человек жил, допустим, 10 лет, вот в таком вот состоянии, 10, 20, иногда 30 лет, за день, за два, за месяц, даже за год сложно изменить. Как поддерживать этот образ жизни новый? Что нужно делать? Ну, есть три способа, на самом деле, изменений, серьезных, внутриизменений. Когда... В чем проблема? Когда человек начинает менять свою жизнь, не изменив себя внутри, у него, скорее всего, ничего не получится, ну, на достаточно серьезном уровне. Внутренние структуры его психики включатся и пойдут против него. То есть включатся сопротивление, страхи, вот эти вторичные выгоды, и его обратно отбросит. Но есть три способа меняться, серьезных, глубоких. Ну, психотерапия, самый понятный, то есть переделка внутри на бессознательном уровне себя. Второй способ – это так называемые экзистенциальные ситуации. То есть когда человек попадает, метафорически это называется, зона смерти. То есть когда он меняет место жительства, когда он меняет работу или начинает заниматься бизнесом, то есть он попадает в такие условия, которые для него непривычны, страшны, и когда нет пути назад. Женится, например... Такую ситуацию. Потому что крайне пиковая форма этой ситуации – это смерть близких, это оказаться на пороге смерти, когда человек понимает, что все, осталось жить мало, и вот вся эта ерунда, все эти отягощающие отношения, работа надо срочно менять, потому что там год жить остался, например. Вот это уже крайняя степень такой экзистенциальной ситуации. Это когда человек очень быстро меняется, поверьте. Все, от всего лишнего отказывается. У него внутри такая перестройка происходит. Лучше до этого не доводить. Ну и третий способ – это способ духовного развития, духовного роста. Если для нас, то это скорее про любовь. Когда в нашу жизнь приходит любовь, настоящая, подлинная, она разрушает стереотипы, она снимает эти ограничения. Она вот все, что у нас внутри поломано, может исцелить. А как же она может прийти к человеку, который, например, в токсичных отношениях находится? Если в токсичных отношениях, то уже, наверное, сложновато. Но если мы говорим про другие проблемы, то настоящая любовь очень помогает. Она помогает сделать вот этот скачок, рывок, знаете, как выскочить из болота и идти уже по ровной хорошей земле. Это, наверное, не обязательно любовь к другому человеку. Это может быть любовь вообще к жизни, к миру, к себе. К делу какому-то. К делу какому-то, да, конечно. Ну, чаще всего это любовь к другому человеку. Помните, в Евангелии, в Коринфянах, в 13 главе, любовь благотерпит, своего не ищет. Вот про такую любовь имеется в виду. Про истину. Про истину, да. Вот третий путь. Что ж, спасибо, Николай. Конечно, могли бы говорить еще долго, но, к сожалению, совместное эфирное время заканчивается. Напомним нашим телезрителям, что в гостях у программы «Утренняя эспрессо» был психолог Николай Рапинчук. И мы старались, пусть пока только на словах, изменить свою жизнь к лучшему. По крайней мере, парочку отдельных советов мы все-таки получили. Надеемся, что и вам они тоже пригодились, друзья. Гороскоп предсказывает Овну не очень приятный день, но и в нем окажется немало перспектив для карьерного роста. Если Овен будет стоять на страже своего здоровья, то никакие проблемы ему не страшны. Тельцу рекомендуется отказаться от дальней дороги. Лучше посвятить день отдыху в кругу семьи или на природе. Отлично пройдут сделки с партнерами, продажа недвижимости и переезд на новое место. Гороскоп обещает близнецам удачу в любовной сфере. Особенно, если вы мужчина. То ждите ярких и позитивных перемен. Если проявите терпение, то добьетесь взаимной симпатии от человека, который вам давно нравится. Раку захочется тепла, нежности и взаимопонимания. Как ни странно, от того человека, который на него внимания не обращает. Возникающие на трудовом пути проблемы и препятствия воспринимайте спокойно. Гороскоп не советует льву делать из мухи слона. Тем более, что вы в этом смысле не профессионал. Уверенно двигайтесь к цели, качественно выполняйте работу и не ждите поддержки от окружающих. Судьба убережет деву от многочисленных проблем и лишений. Хотя финансовая стезя вас не очень-то волнует, а вот личная сфера откровенно изматывает. Гороскоп рекомендует весам основательно подготовиться к отпуску, если он им, конечно же, светит. Все тщательно распланируйте, соберите вещи, документы и подсчитайте денежные запасы. Скорпиону лучше смотреть на все вещи философски, чтобы не натворить жутких дел. Не все так плохо и печально, как кажется. Причем и в негативных ситуациях есть свой прок. Гороскоп рекомендует стрельцу заниматься своими делами, а не проблемами чужих людей. Конечно же, помощь – дело благородное, но не сегодня. Козерогу не нужно торопить события в личной сфере. Избранник еще не готов к таким предложениям, которыми вы его заваливаете. Лучше добавьте в отношения романтики и нежности, а также запланируйте совместное путешествие. Гороскоп обещает водолею немало неприятных моментов, но все преодолимо, если приложить усилия. О ваших талантах узнают все, если не будете их прятать за пазухой. Рыбам нужно хорошенько поработать, чтобы чего-то существенного добиться. Если в любви вы уже готовы действовать, то никого не слушайте, а решайте все самостоятельно. Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. И, кстати, вот интересная информация. Шотландские ученые выяснили, что привычка поздно ложиться спать очень сильно влияет на здоровье человека. Как отмечают специалисты, они провели исследование среди 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Ну и что в итоге оказалось? Оказалось, что люди, которые бодрствуют именно в ночное время, как правило, чаще подвержены депрессивным состояниям и различным стрессам. Но мы, например, с Игорем знаем, что нужно спать от 6 до 8 часов, и, конечно же, сон в дневное время, 40-минутное, не больше, говорят специалисты, тоже не помешает. Но лучше, конечно, высыпаться все-таки в ночное время. Для этого нужно ложиться до 12 часов. Желательно с 10 до 12. В этот момент нужно уже спать, потому что сон красоты в этот момент как раз-таки существует. В это время как раз вырабатывается, как говорят, гормон мелатонин, который влияет на красоту, на молодость вообще. Поэтому очень важно высыпаться. Но не всегда это получается, к сожалению, потому что есть домашние обязанности какие-то определенные, которые приходится делать, которые не всегда возможно сделать, потому что есть работа и так далее. Кстати, об этом поговорим еще. Ну, хорошо, мужские обязанности. Что относится к мужским обязанностям? Ну как, заработал деньги и принес. А женские? Давай сейчас будем загивать пальцы. А женские все остальное. Ну вот не согласна с тобой. Кстати, многие жители Бреста тоже имеют немного другое мнение на этот счет. Мы вышли на улицу Советскую, узнали у них все-таки, какие домашние обязанности они считают исключительно мужскими, а какие исключительно женскими. Давайте узнаем их мнение. И поспорим на эту тему. Какие обязанности вы считаете чисто женскими? Очень интересно. Готовить, стирать. Ну и девушка должна быть девушкой. А какие обязанности вы считаете должны быть чисто мужскими? Ремонт. Зарабатывать. Зарабатывать. Наверное, и нет их вовсе. Все зависит от взаимоотношений между женщиной и мужчиной. В принципе, и мужчина, и женщина могут делать то же самое по дому там. Нельзя сказать, что это мужская обязанность, это женская обязанность. Любую работу может выполнить мужчина, любую работу может, по сути, выполнить и женщина, поэтому и нет таких. Упорка, бытовка. Если смотреть только физически, то, конечно, мужчина должен физически его понять, а женщина как бы дома. Мужчины должны работать, я считаю. Чисто женскими, да. Ну, это уход за домом, уход за семьей. Какие обязанности вы считаете чисто мужскими? Наверное, строительные и с ремонтом автомобиля связанные. Защищать и быть опорой. Работать, сказала одна Брещенко. Работать, работать, еще раз работать. Ну, добытчик, согласна, основная, наверное, одна из основных пунктов. С одной стороны, вот в основном, да, большее количество Брещенко сказала о том, что могут и женщины, и мужчины примерно выполнять одну и ту же работу. Ну, мы примерно придерживаемся такого же мнения, правда, на этот счет. Но еще мы считаем, что женщины, они, наверное, в первую очередь должны вдохновлять своих мужчин на различные свершения, правда? Женщина, мне вот это рисунок, и украшать. Женщина вот гнездо вьет, а мужчина его защищает. С дубиной. С дубиной, это хорошо. Кстати, можем предложить нашим телезрителям все-таки дозваниваться к нам в студию прямого эфира по номеру телефона 21 55 65 и в прямом эфире признаваться в любви своим вторым половинкам. Своим мужчинам. Да, можете рассказывать о том, что такое приятное подготовили для них сегодня. Может быть, какая-то необычная встреча или романтический сюрприз. Пожалуйста, друзья, мы будем рады услышать. 21 55 65. Возьмем на заметочку. На заметочку, либо на вооружение, уж как пойдет. Ну что ж, мы продолжаем, дорогие друзья. Сейчас поговорим немножко о культуре. В Бресте открылась выставка «Италия. Отчизна вдохновения». В этом названии, собственно, вся суть выставки. В экспозиции 33 классических художественных полотна из собраний Национального художественного музея Республики Беларусь и Брестского областного краеведческого музея. Диана Мещук там побывала и прямо сейчас продолжит эту тему. Знанное солнце и глубокое синего неба, живописные поля виноградников и оливковые рощи Италии уютно разместились на стенах музея «Спасенные художественные ценности». Именно ей, в стране ярких чувств, изысканных красок и оттенков, посвящена выставка «Италия. Отчизна вдохновения», которая открылась накануне ночи музеев. Тема была достаточно широко раскрыта этой выставкой, а тема сама по себе благодатная, ведь Италия – это страна искусства, страна богатейшего культурного наследия, это страна музея, можно так сказать. В нее устремляются тысячи и миллионы туристов со всего мира именно посмотреть античное наследие, посмотреть памятники эпох барокко и классицизма, эпохи Ренессанса. Это действительно страна творческого вдохновения, которая привлекает людей всех творческих профессий. И эта страна праздник, поэтому неудивительно, что именно к празднику Международному дню музеев мы эту выставку подготовили. В экспозиции представлены классические полотна конца 18-19 века из фондов Национального художественного и Брестского областного краеведческого музеев. Страну-сокровищницу шедевров мировой культуры русские художники открыли для себя в 18 веке. Все то, чего так не хватало живописцам на своей северной родине, с порой ее сдержанным колоритом они нашли в солнечном облике Италии. Получив эту подпитку эмоциональную, творческую в Италии, когда они возвращались к себе на родину, они уже и в своей скромной небросской природе находили вот это богатство тоже красок и полутонов, которые уже видели новыми глазами, тем зрением, которое подарила им Италия, и которое тоже научились передавать. Это картины, посвященные итальянской природе. Гармонично наполняют экспозицию и гравюры. Именно по ним люди, которые не имели возможности посетить Италию, знакомились с ее архитектурными памятниками, произведениями выдающихся скульпторов и живописцев. В продолжении темы состоялся литературно-музыкальный вечер «Грезы об Италии», организованный совместно с Брестским Государственным музыкальным колледжем имени Григория Ширмы. Мы нашли возможность подобрать сочинения, которые, возможно, все-таки перенесут нас в атмосферу Италии. Как я вижу на выставке, много как раз работы эпохи барокко. И в музыкальном отношении это музыка Скарлатти, это музыка Вивальди, Тортини. Организаторы уверены, музей – это то место, где вы сможете приятно и с пользой провести свой досуг. Причем не только во время таких проектов, как «Ночь музеев», абсолютно в любой день. Акция «Ночь музеев» задумана прежде всего с той целью, чтобы показать людям, что музей – это место, где кипит жизнь. Это не место, где только хранятся памятники прошедших эпох. Это место, где работают и современные художники, куда они приносят свои работы, где оживают и работы художников прошлых веков, потому что мы каждый раз видим их новыми глазами, глазами людей XX, XXI века. Здесь очень важно сотворчество художника и зрителя. И вот такие акции, как «Ночь музеев», позволяют это понять. Приходите в наш музей почаще, не только в день музеев, не только в ночь музеев. И во все остальные дни вы всегда увидите у нас новые выставки, увидите интересных людей, пообщаетесь с ними. И многое для себя узнаете и почувствуете, испытаете новые эмоции от произведения искусства. Окунуться в атмосферу Италии в музее спасенной художественной ценности все желающие смогут до 2 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Да, уж говорят, что неустойчивая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, но не стоит расстраиваться, главное то, какая погода в доме, наверное, правда? В доме и в душе. Какие-то остальные складываются с окружающими. Все будет хорошо, друзья, обязательно, ведь вы встречаете это утро вместе с нашей программой. Это так важно и так хорошо. Это так здорово, Игорь, и очень здорово, что к нам приходят невероятно интересные люди, которым есть чем с нами и с нашими телезрителями поделиться, правда? Да, сегодня поговорим о таком уникальном проекте, как Институт третьего возраста, который стал одним из самых лучших социальных проектов. И в чем заключается, собственно, работа Института, какие его основные задачи и цели, расскажет наша гостья, директор территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста Татьяна Кожанова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как там погода? Расскажите, пожалуйста. Мы ехали на студию в 6 утра, а сейчас что, дождь, солнце, что? Солнечно, но хотелось бы, чтобы было теплее. Уже все-таки скоро начало лета, и очень хочется тепла настоящего. Поговорим про Институт. Что это такое вообще? Что за Институт третьего возраста? Чем занимается? Какие задачи перед собой ставят? Что это такое? Значит, наш Институт – это на самом деле уникальное явление. Сегодня в нашей стране очень немного учреждений, которые работают с гражданами пожилого возраста. Хотя наши слушатели очень не любят, когда мы их так называем. Они говорят, что они совсем никакие не пожилые. И они правы в этом. И они, конечно, правы. Потому что их энергии и позитива хватает еще на очень много молодых. Еще молодые, мы поучились, правда? Да, на самом деле. Как можно в него поступить? Какие-то, может быть, экзамены нужно определенные сдать? Либо просто к вам прийти и подать занятку? Нужно просто очень большое желание просто к нам прийти. Мы с удовольствием принимаем к себе желающих обучаться в нашем институте. И просто нужно быть лицом пенсионного возраста. То есть мы работаем с гражданами, которые уже на пенсии, которые освобождены от основной работы, и сегодня могут себе позволить делать то, что, наверное, не могли себе позволить делать в трудоспособном возрасте. То есть возрастные ограничения все-таки какие-то есть, да? Да, нижний порог, будем называть это так. Нижний порог. То есть человек выходит на пенсию и может, собственно, прийти... Может прийти к нам, взять с собой паспорт, пенсионное удостоверение и стать нашим членом команды. Что вы делаете в команде? Расскажите, чем занимаются слушатели вашего института? У нас сегодня порядка 600 слушателей. Мы работаем по 8 направлениям, в которых 50 программ. Это языковые курсы, которые, кстати, очень востребованы на сегодняшний день, потому что у нас есть и французский, и испанский, немецкий, английский, причем английский и немецкий разного уровня. У нас есть польский. В этом году мы начали преподавать русский и белорусский. А вообще работаем над потребностями наших слушателей. То есть, например, задача о том, чтобы изучать белорусский язык, возникла из-за того, что бабушки не могли заниматься со своими детьми более глубленно, например, белорусской филологией, поэтому они пришли к нам с запросом изучать белорусский язык, и мы сформировали такую группу. Русский язык у нас реализовался из курса немецкого языка, как неудивительно, потому что иногда преподавать иностранный язык необходимо, чтобы была хорошая база филологии русской. Поэтому преподаватель немецкого языка начала преподавать русский язык. Ну, кроме языковых курсов, это, конечно же, физическая активность. Наши женщины всегда хотят оставаться красивыми, поэтому не так давно мы проводили слез скандинавской ходьбы. Это одно из самых популярных направлений в нашем студии. Кроме этого, у нас есть йога, стрейчинг, очень активная группа танцевальная. Наша группа «Вдохновение» сегодня уже реализует свои танцевальные задумки на площадках города, и мы очень рады их успехам. Кроме этого, конечно же, мы занимаемся рукоделием. То есть мы занимаемся всеми теми приятными мелочями, которые женщинам всегда доставляют массу удовольствия. Здорово. Ну, мы говорим, вот вы уже часто говорите, что именно женщины, женщины. А мужчины-то приходят в институт третьего возраста? Приходят, но нам бы хотелось, чтобы они были более активны. Поэтому, пользуясь случаями, обращаясь к мужчинам, приходите к нам. У нас так много прекрасных женщин, им так не хватает в группах мужского внимания и мужской энергетики. Да, потому что сегодня есть, в танцевальной группе у нас есть несколько мужчин, языками занимаются мужчины, даже преподаватели у нас есть мужчины. Но нам бы хотелось, конечно, более активных женщин. Женщины всегда активнее, правда? Давай напомним. А давай вот напомним. А вдруг среди иначе. Более активно, запомни. Потенциальные слушатели института третьего возраста. 21-55-65. Номер телефона нашей студии. Друзья, дозванивайтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Да, Игорь, продолжай, пожалуйста. Я даю тебе, право тебе быть более активным в этом эфире. То есть люди, которые вышли на пенсию, у них достаточно большое количество свободного времени. Но в то же время, в какое время проходят занятия? Как-то вечерние курсы? Или это вообще в течение всего дня можно посещать институт? Нет, конечно же, у нас нормированный рабочий день, и занятия проходят в определенное время. Вообще, особенность в том, что у нас все строго по расписанию. Каждую неделю формируется расписание занятий, которые у нас есть на сайте, у нас на информационных стендах. И фактически с 9 утра начинаются занятия. Как правило, это первая половина дня. Есть группы, которые занимаются в послеобеденное время. Ну, просто так сложилось, что на самом деле это время самое востребованное. То есть мы всегда подстраиваемся под пожелания наших слушателей, наших волонтеров, в том числе. Поэтому формируем занятия в зависимости от потребностей, в том числе. А вообще, учебный год у нас начинается в сентябре. А в начале июня мы готовимся к выпускной линейке. Вот с 7 июня она запланировала выпускная линейка. А как она пройдет, расскажите. Все будут в выпускных красивых платьях, с многими вечерними прическами. Ну, не совсем балл в этом году. Мы немножко меняем формат. И наш выпускной будет в кинотеатре «Беларусь». Там большой зал. Мы планируем это сделать именно в этом заведении. Потому что раньше мы помещались в нашем внутреннем маленьком дворике. Но как-то количество наших слушателей увеличилось. Да, мы уже категорически там не помещаемся. Поэтому мы поменяли площадку. А вообще выпускной – это очень интересное событие, когда группы показывают то, чем мы их научили в течение года. То есть преподаватели готовят свои группы. И каждый показывает мастер-класс, проделанный за год в работе. А вот есть возможность вернуться. Наверняка есть возможность вернуться. Конечно, и скучно потом. Надо снова приходить. Поэтому есть те, кто занимаются даже 5 лет. У нас есть уже очень сформированные команды даже. Скорее, это не группы, это команды. Так, например, отделение, которое занимается художественным творчеством. То есть художники наши сегодня – это почти самостоятельные единицы, которые делают выставки своего творчества. У нас недавно был 40-летие Ленинского района. Мы подготовили прям очень большую экспозицию работ наших слушателей, на которых были изображены всем известные пейзажи Ленинского района. Поэтому очень много таких примеров, когда учебная группа превращается в команду единомышленников. И, наверное, это очень важный результат нашей работы. Да здорово вообще. Ну, мы вот говорили уже про такие успехи ваших слушателей, как тот же танцевальная группа «Вдохновение», о каких-то языковых занятиях рукоделием. А вот, допустим, сейчас очень важна компьютерная грамотность. Уделяете ли вы внимание? Потому что сейчас без интернета никуда. Да, тем более, когда на пенсии, где-то посидеть в различных социальных сетях. Не только на пенсии, я тебе скажу. Вообще-то по скайпу. Да, по скайпу. Потому что, допустим, если для нынешнего молодого поколения, это само собой разумеется, тут даже наши дети знают гораздо лучше, чем мы, то для людей более старшего возраста в этом есть определенная проблема. Обучаете этому? Конечно. И, как показала практика, вначале мы использовали групповые занятия. То есть первые годы существования нашего института – это были групповые занятия. То есть сегодня очень востребована индивидуальная работа. К нам приходят со своими гаджетами. То есть подарили хороший айфон бабушке или дедушке. И совсем не умеет человек им пользоваться. Да, настроить его там все эти. Поэтому приходят к нам, и мы абсолютно обучаем человека пользоваться любым гаджетом и проводим индивидуальную работу. Но и при этом набираем и групповые занятия тоже. То есть есть такая возможность, кому комфортнее работать в группе, конечно же, такую возможность мы предоставляем. Поэтому, безусловно, компьютерные курсы существуют, и мы предоставляем такую услугу. А кто вас преподает в институте? У нас очень интересная система обучения. По принципу равный обучает равного, волонтеры, тоже пожилые граждане. Это те, кто был преподавателем, возможно, в своем активном жизнедеятельности. Это те, кто... Ну, например, немецкий язык у нас преподает немка. То есть она жила в Германии очень долгое время. То есть очень разные люди к нам приходят. Здорово, интересно. Носители языка, когда это вообще глубоко. У нас молодые сотрудники. Если это фитнес, то это молодые сотрудники. Ну и компьютерная грамотность тоже, да? Да, это тоже наши сотрудники, да. Но основная масса преподавателей – это наши волонтеры, которые одновременно являются и слушателями. То есть у нас такая особенность – человек может быть волонтером одного курса, при этом быть слушателем разных других. То есть идет такой взаимообмен. Поэтому это вот очень интересная система, которая нам сегодня позволяет строить работу с таким большим количеством людей. Потому что, ну, на самом деле, государственному учреждению было бы сложно реализовать это в таком большом комплексном объеме, если бы нам не удалось построить систему. Вот сегодня мы можем говорить о том, что есть система. И это очень здорово. Ну, здорово, что она работает. Приглашали? Давайте уже тогда приглашать все эти зрители. Мы приглашаем всех граждан, которые хотели бы получить новые знания, открыть для себя новый мир. Приходите к нам в территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста. Мы находимся на улице Советской, 53, в самом центре нашего Бреста. Вы можете нам позвонить 95 83 80. Мы обязательно воспримем свою дружную семью. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. Татьяна Кожанова сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, наши уважаемые телезрители, присоединяйтесь к дружной семье Института третьего возраста. Это действительно здорово. Это просто потрясающе. А мы продолжаем. Совсем скоро к нам присоединится представитель Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. Но сейчас смотрим исторический обзор от утреннего эспрессо. Сегодня 22 мая. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1848 году вступил в строй Днепровско-Букский канал. Судоходный канал на территории Полесья, соединяющий приток Припяти-Пину с притоком Буга-Муховца. Общая длина 244 километра. При этом протяженность канала от Бреста до Пинска составляет 196 километров. В 1900-м в Минской губернии родился Николай Каспирович, белорусский этнограф, языковед и литературовед. Изучал лексику белорусского языка, фольклор, особенности уклада жизни рабочих. Некоторые труды посвящены изучению Витебщины. В 1970-м родилась супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл. С миром искусства Наоми познакомилась в 7 лет, когда снялась в клипе Боба Марли. В 15 лет начала карьеру модели. Помимо модельного бизнеса и съемок, Кэмпбелл занимается благотворительностью. Сотрудничает с Далай-Ламой с целью собрать через ЮНЕСКО деньги для детских садов в бедных обществах по всему миру. 22 мая 1990 года на базе музейной группы Минского медицинского института был основан Республиканский музей истории медицины Беларуси. В фондах музея собрано более 25 тысяч экспонатов. Среди них немало картин и диорам, посвященных медицинской теме. Одна работа запечатлела, как сдает экзамен в университете Падуи первый доктор медицины Беларуси Франциск Скорина. В этот же день компания Майкрософт начала продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 килобайт. За две недели было продано более 100 тысяч копий по цене 150 долларов. В Windows 3.0 был включен ряд простых приложений, например, блокнот, текстовый редактор и калькулятор. Доброе утро! Доброе утро! Хорошего дня и хорошего настроения. Всего хорошего дня! Желаем доброго утра и хорошего настроения. Доброе утро всем вам! Доброе утро! Доброе утро. Город Брест. Здравствуй, Брестская область. Сегодня в нашем эфире мы много внимания уделяем спорту. И, кстати, 24 мая Брестский гандбольный клуб сыграет важнейший матч сезона. Решающий поединок в борьбе с золотой медалью чемпионата Беларуси. Сегодня у нас в гостях начальник отдела маркетинга и связей со СМИ Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Игорь Петрович. Доброе утро. Игорь, доброе утро. Бодрейшего утра, друзья. Ты загадывай желание, Катя, сразу. Я уже все загадала, ребята. Два Игоря, да еще двое ведущие. Один ведет утреннее эспрессо, другой гандбольного программы. Все шикарно, надеюсь, он будет. Давайте все-таки к подготовке, наверное. Перейдем в Минский СКА. Это принципиальный и серьезный соперник для мешковцев? Хороший вопрос. Спасибо. В рамках чемпионата страны, да, это, безусловно, принципиальный соперник. Всегда, наверное, есть какое-то противостояние Бреста-Минска. Оно есть и в гандболе. К счастью для Бреста, последние три сезона, если я ничего не путаю, побеждает именно Брест. И хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась. Насколько серьезный соперник в этом сезоне показало, что серьезный. Потому что это уже восьмой матч в этом сезоне. И только в этом восьмом матче решится судьба золотых медалей чемпионата страны. Поэтому серьезный. Сейчас команда очень серьезно готовится к 24 мая, о котором мы уже говорили. Это уже послезавтра пройдет матч. Наверняка уже болельщики на готове, на старте. Тем более, они признаны лучшими в Европе. Наверняка смотрят еще на нашу программу. Дважды, да? Напомним тогда им и всем теледрителям «Утреннего эспрессо» о том, что мы работаем в прямом эфире. 21-55-65 номер телефона нашей студии. Если есть какие-то вопросы к нашему гостю, либо, возможно, пожелания, которые Игорь обязательно передаст нашим футболистам, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в студию прямого эфира, друзья. Ну, а мы продолжим. Игорь, ну, в спорте, как, собственно, наверное, и в любом деле, независимо от подготовки, от уровня коллектива, от уровня команды, случаются как удачные матчи, так бывают, и какие-то, может быть, ошибки в силу разных объективных, субъективных причин. Как говорит наш легионер Симон Разгор, это гонболь. Да, и в этой фразе все сказано. Кстати, вот тактика гонболиста вот в игре, которая будет 24 мая, изменится как-то, может быть, какие-то интересные нововведения будут? Ну, наш главный тренер всегда горас на выдумку. Мы все надеемся, что он удивит соперника и 24 мая. В принципе, и в Минске было несколько интересных тактических решений для особых гонбольных фанатов. Они могли заметить, что в розыгрыше играл Александр Шкуринский, но это все очень сложно, наверное, для неспортивных болельщиков. Но я отмечу, что да, были сюрпризы, удивляли соперника, но проиграли. То есть удивить еще, это не самое главное, должно сойтись очень много факторов. Да, и везение, и гонбол это такой вид спорта, где зачастую на последней минуте решается исход встречи. И поэтому, наверное, не только физическое, не только тактическое, но, наверное, вот в такие моменты, в самый ответственный момент, на первый план выходит психология. В нашем составе очень много опытных игроков, и у них с этим, в принципе, уже проблем нет. Они знают, что делать с мячом, когда остается 10 секунд, и права на ошибку, в принципе, не существует. И, как правило, из 10 решений они выбирают единственное верное. И, опять же, надеюсь, что 24 мая выберут единственное верное решение, но тоже надеюсь, что не доведут Брещан до, не знаю, инсульта, инфаркта, до последней минуты, что решится все гораздо раньше. Мы за вас болеем, мы вас верим при любом раскладе, потому что, да, гордость в нашу. Что касается психологического настроя, ну, мы с тобой полностью согласны, это немаловажно. То, что мы будем играть дома, это каким-то образом повлияет на психологический настрой наших гонболистов? Однозначно, но сами гонболисты тоже это не раз отмечают, что дома при полных трибунах играть гораздо проще. И в этом сезоне было очень много классных матчей в Лиге чемпионов. Когда собирались полные трибуны, это было на матче, к примеру, с ПСЖ, команда из Парижа, грант европейского гонбола. Но трибуны были забиты под завязку, то есть у нас арена вмещает 3-740, 3-740 болельщиков. Уже вот эта табличка билета продана, она уже задолго до матча висела. Да, ну мы подготовили, ну не задолго, ладно, уже там, но за 20 минут до начала матча уже, если кто-то рассчитывал купить за 10 минут до начала матча, пришел, увидел, все билеты проданы. Так я к тому, что была классная атмосфера и был обыгран ПСЖ. ПСЖ ничего круче в гонболе европейском сейчас нету. Болельщики помогли и, наверное, помогут и с менее титулованным соперникам. Болельщики, кстати, у мешковцев серьезно признаны лучшими в Европе. Кстати, давайте мы разыграем-то два билета для наших болельщиков. Давайте только билеты. Игорь принес вот такой вот замечательный шарф от Брескова. Тот, кто пойдет впервые, возможно, будет еще и сутрибуцкой гонбольного клуба. Друзья, это телефон у нас 21-55-65. Два билета. Первый сектор, третий ряд. 46-45 место. Друзья, ну классно. Просто получите самое настоящее удовольствие. Итак, вопрос. Вопрос у нас следующий. Он связан с программой «Гонбол над Бугом», которая выходит на канале «Беларусь-4 Брест» каждый месяц. Вопрос, в принципе, несложный для болельщиков, для настоящих болельщиков-мешковцев. Кто был героем последней программы «Гонбол над Бугом»? Все просто. 21-55-65, наверное, с телефона нашей студии. Подсказку дадим или не будем? Ну, вы же подсказку. И так легкий вопрос. Нет, давайте-таки скажем, что последний герой, вот герой последней программы «Гонбол над Бугом» невероятный, любит белорусский борщ и драники. Вот такая вот у нас подсказка. Да. Ну, эта подсказка непростая, на самом деле. В общем, многие любят украсть борщ и драники. А есть уже звонок у нас, между прочим. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Валерий. Приятно, Валерий. Болеете за мешковцев? Естественно. На матч идете? Конечно. Ага, хорошо, замечательно. Билет уже есть, нет? Ну, не на всех членов семьи. Отлично. Ну что ж, самое время получить билет на всех членов, а также и вот такой замечательный шарф, фирменный шарф БГК имени Мешкова. Итак, повторим вопрос. Итак, скажите, кто стал героем последней программы «Гонбол над Бугом»? Вид по тегам. Ой, абсолютно верно. Здорово, хорошо. Хорошо, что вы следите за событиями, которые происходят у мешковцев? Очень здорово. Ну, наверное, самое время сейчас сказать им напутственные слова. В преддверии матча, когда все очень сильно волнуются, готовятся, переживают. Пожалуйста, у вас есть такая возможность. Ну, хочется пожелать удачи. И мы думаем, что победа будет за нами. Мы уверены в этом. Мы уверены, да. Ну что ж, спасибо огромное. Вы сейчас трубочку не кладите. Наш администратор расскажет, как вы сможете забрать ваш подарок, который вы честно выиграли в этой борьбе. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Ну что ж, кстати, вот сейчас, благодаря тому, что гонбольный клуб развивается, развивается он уже на такой серьезной высоте, и Брест считается гонбольной столицей. Спасибо. Молодежь очень, и дети, вот, кстати, вот, наверное, идут прямо к вам с интересом, вот, которые также хотят заниматься, быть звездами, быть на баннерах по всему городу. Есть же такое? Да, безусловно, есть. Те, кто уже отвечают за набор детей, они говорят, что, в принципе, проблемы не существуют. Если раньше приходилось, там, несколько лет назад ходить по школам, объяснять, что вот у нас есть гонбол, записывайтесь, приходите. Это интересно, да, не нужно. Сейчас, как же вас много, как же всех уместить? Ну, вроде справляются. Коротко скажу о том, что клуб наш организовал еще детскую гонбольную лигу «Зуберкап». Она называется, она по всей стране, но на базе нашего клуба, под патронажем нашего клуба, и лиге уже полтора года. То есть, то, что мы создали лигу, поняли, как важно развивать в том числе и детский гонбол, чтобы у детей было гораздо больше игровой практики, чтобы они соревновались друг с другом, чтобы выезжали на соревнования, чтобы антураж их матчей был классным, чтобы они уже с 10 лет привыкали к серьезному виду спорта, потому что ты выходишь на площадку, у тебя, как я говорил вначале, нет права на ошибку, и чтобы антураж матчей был классным, мы создали такую лигу, и дети в ней развиваются, и надеюсь, что скоро исключительно белорусы, брещане будут в нашей команде, и мы будем также в топе в 16, а то и в топе 4 гонбольной Европы. То есть еще одному сезону детской гонбольной лиги однозначно быть, и может быть даже не одному. Да, учредитель БГК сказал, что быть, значит быть. Значит быть, обязательно быть. Ну, возвращаемся к предстоящему матчу. Конечно. Какие-то преимущества в турнирной таблице есть у наших бомбористов? Да, но есть, но незначительное. Одно очко впереди мешковцы. Это означает лишь, что ничья тоже устраивает. И в случае ничьи золотые медали остаются в Бресте, можно так сказать. Но в команде никто об этом не думает. Думают об одном результате, победа. То есть при победе ты докажешь полное превосходство над соперником. Но при этом проигрывать нельзя. Поэтому, подавляя итог, по сути какого-то преимущества в таблице нет. Один решающий матч, который нужно выиграть, вот и все. Задача очень простая. Игорь, ну вот помимо того, что мы говорим о предстоящей игре, которая уже совсем на днях, хотелось бы пару слов также вот о новом сезоне. Когда он начнется, что планируется нового? Может, новые игроки какие-то, интересные матчи? Если можно, конечно, открывать тайны. Ну, то, что можно и открою, естественно. Три игрока уже подписали контракты, новые. Дарко Джукич, Сандр Абранович и Александр Бачко. Среди них есть, безусловно, усиление. Дарко Джукич, он игрок польского Виви. И признавался год назад самым крутым молодым игроком мира. И у него там возникли... В общем, с Виви он расстается, скажем так. И с удовольствием переходит к нам. Потому что он знает, что уже в Бресте ставятся самые высокие задачи. Он игрок топ-уровня. Это, безусловно, признается. И он рад присоединиться к нам. И вот они уже официально подписали контракты. Со следующего сезона будут вместе с нашей командой. Мы их ждем в Бресте. В основном в составе они будут? Как это все в основном? Тренеры говорят, что никому место в основном составе не гарантировано. Ну и это разумно. То есть игрок может приехать и плохо тренироваться. И все. И в основном в составе больше не будет. То есть каждый день нужно доказывать свою состоятельность. По ушедшим игрокам здесь я не раскрою никаких... Хотя бы маленьких. Да нет, вообще ничего не могу сказать. Потому что... Не уговорим. Только с последним, с финальным свистком, с последним матчем только руководители нашего клуба начнут принимать решения окончательные. С кем в следующем сезоне пойдем в бой? Ну, ясно одно. Задачи не меняются. Плей-офф Лиги Чемпионов, финал четырех Сехолиги, победа во внутреннем чемпионате. Все эти задачи на следующий сезон, я уверен, сохранятся. Сезон к следующей когда стартует? Вы отдыхаете какой-то период времени? Это сколько? Так, не боюсь. Продолжительный. Не продолжительный. Ну, июнь обычно рассчитан для отпуска. Начало июля. И, в принципе, уже в июле команда собирается. Потихоньку в Бресте проходит недосмотр. Первый сбор в Бресте, потом еще один зарубежный сбор. У нас улица Советская будет сначала погуляться. Да, они точно будут гулять, однозначно. В августе начнутся первые игры, товарищеские игры. И в сентябрь, и дальше вплоть до мая начнем. Надеюсь, что мы выиграем чемпионат и будем в Лиге Чемпионов. И в следующем сезоне увидим тоже все огранда. Все будет нормально. ПСЖ, возможно, Барселона к нам приедет. Поэтому новый сезон тоже ждем с большущим интересом. Будет интересно. Вот сейчас, кстати, вот неформальное общение. Возможно, с помощью интернета есть клубный телеграм-чат. Да, есть такая история. А кто пообщается в ближайшее время с болельщиками? Можем об этом говорить? Либо пока еще не решим? Да, выбирайте, хоть ведущие утреннего эспресса могут это сделать. Так, ну давайте пока будем выбирать. От этого уже приглашай всех телезрителей на матч. Билеты в продажу еще есть? Да, еще есть билеты в продажу. У нас на этот матч действуют абонементы. Абонементов куплено много, поэтому билетов, соответственно, меньше. Билеты продаются, наверное, после матча в Минске, который состоялся аж 12 мая. На следующий день, 13 мая, мы запустили в продажу билеты. И тут же через интернет начали покупать наши болельщики. И так каждый день постепенно билеты расходятся. Поэтому советую купить заранее. То есть сегодня, завтра. Удобно через интернет. Либо, если не через интернет, в кассах Дворца спорта Виктория. Потому что в четверг, во-первых, хороших билетов точно может уже не быть. Ну и это будний день, напоминаю. 19.00. Лучше не откладывать до самого последнего, за час до игры. Не рекомендую покупать билеты. Почему-то такая привычка есть у брещан. Надо от нее избавляться. Готовьтесь к матчу заранее. Приходите также заранее, за полтора часа. Расслабьтесь, настройтесь. Обсудите предстоящую игру. Чтобы быть во всеоружии к стартовому свистку. Игорь, удачи. Спасибо, спасибо. И, наверное, давай еще напомним нашим телезрителям, что с 7 июня на канале Беларуси 4 Брест с 19.05 выйдет очередной выпуск программы «Гандбол над Бугом». Наверное, скажем о том, что главным героем программы станет Любову Кич. Правильно? Все. Да. Надеемся. Вероятнее всего, да, если все пойдет по плану, конечно. А 24 мая важнейший матч сезона, решающий поединок. Поэтому, друзья, есть такая пословица в Бресте «Все на гандбол». Да, напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела маркетинга и связи со СМИ Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Игорь Петрулеевич. Желаем нашим ребятам, конечно же, удачи и, конечно же, победы. Ну, и, конечно же, мешковцы болели, мы знаем, за Брестское «Динамо», которое, между прочим, стало обладателем Кубка Беларуси по футболу. За всеми баталиями спортивными, которые тогда происходили на площадке, следил наш спортивный корреспондент Олег Завадский. Игра «Динамо» против «Батэ» прошла 19 мая на стадионе «Спартак» в Могилеве. Уже на 13-й минуте Мирка Иванич открыл счет, но еще в первом тайме «Динамо» смогло отыграться. Гол забил Артем Милевский. На старте второго тайма Иванич оформил дубль и вновь вывел борисовскую команду вперед. «Динамо» долго не могло отыграться, теряя отличные моменты для гола. За 15 минут до конца тайма Сергей Коврячук сделал двойную замену, выпустив на поле нового защитника и нападающего Джоэля Фамие, который через несколько минут и сравнял счет. 2-2. Он же на 89-й минуте поучаствовал в атаке, которая в итоге оказалась победной для Бреста. Артем Милевский быстро выполнил штрафной удар в центре поля и через несколько передач Павел Нехайщик расстрелял ворота Батте. «Динамо» в третий раз в истории завоевали Кубок Беларуси и сравнялись по этому показателю с Батте. Для главного тренера команды Сергея Ковальчука это первый трофей. Интересно, что Брестская «Динамо» в Кубке Беларуси является для Батте непреодолимым барьером вот уже более 10 лет. Таким образом, «Динамо» в Рест начнет выступление в Лиге Европы со второго отборочного раунда. Игры этой стадии пройдут в июле. Ну, мы хотим, чтобы эту фразу «Я тебя люблю» и ты не такая, как все. Услышали сегодня, ну, вот многие девушки, прекрасные женщины нашего города, нашей области, потому что вы, вы самые красивые у нас, которые только могут быть в мире. Мы признаемся, мы, мужчины, признаемся к вам в любви. И вам лично тоже. Мы вам верим. Спасибо, спасибо, ребята. Что ж, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Как уже сказал Игорь, наша красота во многом зависит, конечно же, от человека, который находится рядом от его добрых слов и поступков, ну, и, конечно же, от работы над собой. В первую очередь, это спортивные занятия, упражнения, ну, хотя бы утренняя гимнастика, правда? Ну что ж, присоединяйтесь к нашей фитнес-рубрике. Наш инструктор Юлия Котович ждет вас, дорогие друзья. Доброе утро. С вами снова я, Юлия Котович, и мы продолжаем совершенствоваться с самого утра. Сегодня у нас будет два функциональных упражнения. Приступим. Первое упражнение из знакомого приседа вам. Мы садимся вниз и при подъеме выносим ногу в сторону. Оп. Чтобы задействовать в этом упражнении дополнительно косые мышцы живота и верх спины, мы делаем наклон к ноге. Приседаем, руки над головой и мах к ноге. Присели, разгон в другую сторону и снова мах. Мах выполняется вместе с выдохом. Поехали. Вниз, выдох. Вниз, выдох. Вниз, выдох. Когда вы сделаете около 10-15 повторений, вы можете сделать то же самое на другую сторону. Присели, выдох. Присели, выдох. При подъеме ноги старайтесь включать именно мышцы бедра. Не от инертного движения, чтобы у вас шел подъем, а именно за счет мышечного напряжения. Ну что ж, сделаем полное упражнение. Еще раз. Правая сторона и левая. Поехали. Вниз, выдох. Разгон идет ровно над головой. И влево. Вниз, выдох. Руки на ширине плеч, запястья ровно под плечами, таз подтянут, живот напряжен. Когда вы привыкли к этому положению, мы выполняем само упражнение. Подтягиваем колено к себе, сокращая мышцы пресса. Выдох. Выдох. Следите за тем, чтобы уровень таза был примерно на уровне ваших плеч. И чуть-чуть по диагонали. В сторону. В сторону. Думаю, с этим упражнением вы тоже справитесь. Главное, чтобы вы правильно чувствовали, какие мышцы именно у вас работают. Ни в коем случае не перегружайте вашу поясницу. То есть вы не должны прогибаться и отводить таз назад. Вот это неправильное положение. Так у вас будет очень сильно болеть спина. Поэтому мы разгружаем поясницу, убирая поясничный прогиб и втягивая живот. И обязательно помните, чтобы ваши упражнения приносили вам пользу, следите не только за техникой, но и за своим настроением. Выполняйте все с улыбкой. И тогда ваше утро будет действительно бодрым и добрым. Семейный спортстайл. Именно так называется конкурс, в котором вы просто обязаны принять участие, друзья. Пожалуйста, присылайте фотографии на наш электронный адрес tv-sobaka.trkbrest.by, где вы вместе со всей своей семьей дружно, весело и активно занимаетесь спортом. Эти фотографии обязательно увидят жители всего Брестского региона. До 31 мая включительно фотографии принимаются на нашу электронную почту. Но уже итоги конкурса мы подведем 1 июня, в День защиты детей. И, конечно же, лучшие фотоснимки. Вернее, вы, наши уважаемые фотографы, кто прислит на ваши фотографии, получите замечательные призы. Да, определенно так и будет. А вообще мы напомним, что телемарафон ко Дню защиты детей уже будем проводить в третий раз на канале Беларусь 4 Брест. В позапрошлом году помогали Кобринскому детскому дому, в прошлом театру Глория. Ну, в этом году, конечно же, дети-спортсмены в поле зрения нашем. А именно, Брестская секция настольного тенниса, отделение Инваспорта. Именно там тренируются детки с нарушениями опорного двигательного аппарата. Будем помогать именно им. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Чужих детей не бывает. Мы в этом убеждаемся. С каждым разом все больше и больше. Спорт и дети. Такова тема нашего марафона в этом году. 1 июня он, как обычно, стартует на телеканале Беларусь 4 Брест. Не оставайтесь в стороне, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Ну, а нашу тему продолжат наши маленькие человечки. Самые важные и значимые эксперты для нас, наверное, во всех сферах нашей жизни. На этот раз узнавали у них, где же можно отдохнуть летом. Прямо сейчас и узнаем, что они думают на этот счет. Отдохнуть лучше всего на море, на пляже. Мне кажется, что можно легче всего отдохнуть на солнышке или поехать на пляж. Почему? Потому что. В Хандрошо можно отдохнуть в Египте, потому что там хандрошо и тепло. Можно покупаться, жарко. Там можно в кафе повыть, отдыхать. Нужно ехать на ферму, чтобы поиграться с коровками. На отдыхе можно плавать на корабликах. И еще можно просто поплавать и пограсти своими ногами. Надо ехать на море или на пляж. И там можно купаться, загорать. Можно полежать, посмотреть мультики. Пограсть на телефоне, поиграть на планшете, посмотреть мультики на планшете. Я думаю на пляж. У меня рядом с домом пляж. Только перейти там дорогу, и там для нашего дома пляж. Больше всего можно нормально отдохнуть, это на пляже. Потому что там можно и купаться, и лягать нормально, и загорать. И делать все эти песочные замки. И делать тебе из списка всякие фигуры из тебя. И все такое. Я думаю, что на озере. Это у нас самое любимое место. Когда вся семья собирается в озеро и устраивает там пикник. И купается. И играет в водяной волейбол с мячиком. Это надо сделать так, чтобы мячик в воду не упал. Спасибо, дорогие друзья, за замечательное сегодняшнее утро, которое вы встречаете вместе с нами с программой «Утренний эспрессо». Мы же хотим сказать и поблагодарить наших партнеров магазина модной одежды «Базиони», который находится в торговых центрах «Дидас Персия», «Корона» и «Гостиный двор». Конечно, магазин флористики «Цвета Джатан», который находится в Бресте. В адресу улица Московская, 253. Кстати, доставка по Бресту бесплатная. Возьмите себе это на заметочку. Вот такая красота находится в студии прямого эфира. Поднимает нам настроение. Аромат, какой прекрасный царит здесь. Вы себе, друзья, не представляете. Ну что ж, погода, конечно же, у нас нестабильна. Она постоянно меняется. Но тем не менее, очень важно знать, что же ждет нас сегодня. Давайте посмотрим прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к своему завершению. С вами студия прямого эфира. Сегодня были Игорь Пашечко и Катерина Стрихан. Хорошего настроения, друзья. Увидимся уже завтра в 7.10 утра на четверке. Улыбайтесь, пожалуйста. Все сегодня будет очень хорошо, мы уверены. Отличного дня вам. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»